Дорогие друзья, уверен, что каждый из вас часто слышит такое слово «ммм, посмотри какой креативный парень» или «о, это очень креативная идея». Так вот, что такое креативность, креативный бизнес, сегодня об этом поговорим. Здравствуйте, это Актуальный Разговор, зовут меня Тимофей Вагнер. Сегодня мы поговорим про креативный бизнес. В гостях у меня Михаил Егошин, эксперт в области креативной индустрии. Приехал из Санкт-Петербурга к нам. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Тимофей. Рад, что вы пригласили в студию. Прекрасная погода, весна в Казани. Рад, что к вам попал. Да, креативит нынче погода. Но, тем не менее, начнем с того, что когда я прочитал статью о том, что в Казани вы собираетесь открывать некое помещение, потому что мы сейчас будем переводить. И в этой статье, ну, по крайней мере, я где-то это слышал, ну, потому что много читают и так далее. А люди по ту сторону экрана вообще не слышали этих слов. Вот мы начнем, у нас всегда рубрика начинается ликбез. Так вот, креативный кластер каворкинга. Вот в двух словах. Смотрите, рад, что эта тема вообще поднимается. Как правило, у нас слово креатив в русский язык вошло очень плотно. Но мы часто говорим, посмотрите, какой креативный действительно парень или креативная идея. Что это означает? Что идея творческая или даже необычная. Потому что креатив и творчество – это слова-синонимы. Но в русском языке слово креатив несколько другой оттенок имеет. Это творчество с некоторой яркостью проявления. Под креативным индустрией мы понимаем индустрии творческие. И все, что связано с непроизводственной экономикой. Точнее, экономикой, которая работает за счет своего мозга и за счет своей головы. То есть креативного кирпича быть не может, что ли? Креативный кирпич и быть могут, но нужно важные условия. Давайте к стороне вопроса. Откуда термин появился? Его придумали небезызвестные британские ученые. Может быть, про них точно все, я думаю, наши телевизорители знают. Британские ученые – это да, это отдельно. Да, он появился в конце 70-х годов. Джон Хоггинс выдумал этот термин для обозначения нового типа производства, которое стало возникать в Великобритании. Дело в том, что стали появляться новые виды бизнеса, которые до сели нельзя было ничем описать. Стали появляться дизайнерские конторы, стали появляться бюро архитектурные. Отдельная индустрия была оформлена индустрией кино, производства, видеопроизводства контента. То есть, другими словами, креативная индустрия – это ваше творчество, совмещенное с современными технологиями и выставленное на продажу. Их примерно 15-20 типов. Я сейчас могу сказать, что к ним относится. Ну, 20 типов не надо, но самые яркие. Ну, примерно архитектура, дизайн, проектирование, урбанистика, все, что связано с искусством и его продажей, все, что связано с новыми продуктами в дизайн-среде, диджитал и в IT. Все это то, что производится креативно, творчески и интеллектуально, относится к креативным индустриям. Дальше идем. Кластер. Кластер. Это дом, место сосредоточения для креативных индустрий. Почему кластер? Почему нельзя действительно какое-то сообщество, дом? Дом. Можно и дом назвать, можно назвать штаб, можно назвать резиденция, центр. Дело в том, что даже в Казани мы видим, что достаточно развита идея кластеров. Есть IT-кластеры, есть другие кластеры, но креативного, то есть для креативных индустрий, пока не было. Мне кажется, что и исследования это показывают. Экономика получает развитие тогда, когда есть место притяжения. Когда я не просто могу... Сейчас мы об этом поговорим, пока переводим слова. Давайте. Коворкинг. Как только это слово не мучают. Как только не коверкают коворкинг. И коровник. Потому что в одном из городов Сибири приезжал на семинар, и там и появилось объявление. Дорогие друзья, у нас скоро в этом помещении открывается коровник. Коровник. Пришли... Креативные доярки. Креативные доярки. И реально ждали, как можно на 20 квадратных метрах открыть коровник. Коверкинг. Коворкинг. Коровник. Так и что же это? Коворкинг это слово, которое обозначает коворк, совместная работа. Это место, где могут прийти люди, которые заняты фрилансом, не пугаясь из этого слова. Которые работают сами на себя. Работают в IT, в дизайне, в других сферах креативных. И вместе с другими людьми, находясь на одной площадке, поработать в комфорте для себя атмосфере. Фрилансер. Это головная боль налоговой, я так понимаю, эти фрилансеры. Ну, про налоговый сегодня разговор не идет. Не, ну на самом деле, фрилансер, то есть человек, который как? Он сам себе нашел работу, подработку какую-то и так далее. Поработал, деньги получил, ушел. И есть еще более страшные слова, Тимофей. Есть не только коворкинг, кластер. Это все является креативными пространствами. Допустим, в моем городе Санкт-Петербурге таких креативных пространств, только больших, которые занимают несколько тысяч квадратных метров, более 30, а мелких более 100. То есть представьте, какой рынок появился за последние пять лет. Более того, и в Казани не нужно думать, что Казань как-то отстает или является догоняющей. Более того, в Казани есть 5-6 коворкингов точные посетить успел. Есть креативные пространства, есть кластеры. То есть задел очень большой есть. Но вопрос, как сделать так, чтобы экономика, креативная экономика давала вклад в реальную экономику. Это большой вопрос. Ну вот, хорошо. Друзья, вот Михаил приехал в Санкт-Петербург, посмотрел на это все и решил сделать здесь вот этот самый коворкинг, кластер, дом, здание, центр. И логичный вопрос. Прежде чем человек любой начинает свой бизнес, свое дело какое-то, он же обзор рынка идет. Вот в Казани у нас с этим, если у нас есть уже 5 каких-то, как у них дела обстоят? Потому что я только от вас это услышал. Причем, почему я узнаю не от казанцев, а человек из Санкт-Петербурга приехал и рассказал, у вас будет новый кластер. Давайте тогда к истории вопроса. В двух словах расскажу про то, чем занимался последние несколько лет. Есть город Красноярск замечательный. Прекрасно. Там живет более миллиона человек. То есть примерно с Казани сопоставим. Правильно, Бежать? Да, да, да. И два года назад приехал в Красноярск, встретишься с местным креативным бизнесом, услышал от них, что все хотят делать креативное пространство. Тот самый кластер, ту самую резиденцию для того, чтобы можно было не сидеть архитектором между сельхоззапчастями и машинным маслом, хотя и к тому, и другому виду бизнеса хорошо отношусь. Хочется сидеть архитектором рядом с дизайнерами, дизайнерами рядом с айтишниками, айтишником рядом с бюро архитекторов, чтобы вместе через буквально стол обмениваться заказами, вместе заниматься образовательной средой. И в Красноярске за два года из старого бывшего Дома культуры завода Сибирского тяжелого машиностроения в депрессивной части города между заводом Сиптишмаш и ТЭЦ-2 на правом берегу было создано пространство из полузабрушенного ДК 5,5 тысяч квадратных метров в самой модной и одной из самых притягательных для молодых людей города Миллионова. Поверьте, не проблема, когда в понедельник в рабочие приезжает 800 человек для того, чтобы посмотреть фильм, или 2500 человек на выходные, чтобы участвовать в одном из образовательных проектов. Город зажил новой жизнью, и более того, появились десятки видов креативного бизнеса, которых не существовало до этого. И, соответственно, когда приехал в Казань, мы собрались с моими друзьями, которые занимаются креативным бизнесом, это агентство, это коммуникационное бюро, образовательный центр. Я им рассказывал про этот опыт, он говорит, у нас такая идея давно. Миша, что нам делать? Он говорит, давайте объединимся. То есть, не нужно думать, что приехал какой-то там петербуржец, наводит шорох в Казани, и будет все прекрасно без местных ребят. Не будет. Эта идея, она родилась здесь, на территории Испольки Татарстана. Она была у разных ребят. Более того, один из наших дружеских проектов, это театральная студия, они говорят, да мы три года уже обсуждаем этот проект. И все было на стадии проектирования. А кризис, это время и возможности, как мы знаем. И он подстегнул быстро принимать решения, объединиться и создавать резиденцию такую. То есть, не про проект сейчас конкретный говорю, а давайте уйдем в сторону резиденции. Резиденция это, или кластер по другим языкам, это важная, необходимая деталь для развития креативного бизнеса в городе и в регионе. Без дома человеку сложно жить. То есть, он может существовать, может пить, может есть, но согласитесь, ему надо где-то остановиться, где-то спать. Или без рабочего места тоже сложно нам работать. Поэтому креативная резиденция это вещь, которая притягивает и бизнес, и горожан. Она должна быть открыта. Допустим, в Петербурге креативные резиденции это самое модное место для жителей города и для тех, кто приезжает в город. А мы знаем, что Казань это очень мощный, туристический привлекательный регион. Три миллиона человек в прошлом году приехало. И в этом году ожидается больше. Я сам когда прилетал, там пять лет в Казань, прилетал как обычный турист. Ну, вопрос на самом деле еще больше возникло, потому что сейчас это была положительная сторона. А сейчас мы начнем реалистичность. Но это сделаем сразу после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь с нами. Продолжаем разговор. Тема у нас сегодня креативный бизнес, креативные люди, креативные идеи. Так вот, остановились мы на том, что да, хорошо все, это замечательно, нужен дом, нужны люди. Но тем не менее, я все к финансовой стороне веду. То есть, кто согласится? Я не знаю, потому что в Казани любой бизнес-проект, да везде, да, любой бизнес-проект, когда ты приходишь, я не уверен, что прям взяли люди, ну что, да вот мы дом построим, тут художники будут, а тут певцы. Дайте денег. Смотрите, я согласен, абсолютно резонный, правильный вопрос. Михаил, а как это все появляется с точки зрения финансов? Давайте сразу разберемся. Вот слово креативной индустрии, переводи как творщик индустрии, ну это не одно и то же. Дом для певцов, композиторов, музыкантов, это, наверное, больше к творчеству. Это к творчеству, которое нужно популяризировать, втягивать молодежь. Но это некоторая другая вещь, как и музеи, как и другие культурные институции. Мы говорим про бизнес, про зарабатывание денег, про создание условий для того, чтобы зарабатывать их больше и главное для того, чтобы менять город. Разные города шли по-разному. Допустим, когда я был в Белграде, Белград достаточно интересная европейская столица, он не богатый, и там в центре города выделила муниципальная власть просто кусок земли для дизайнеров. Сказали, ребят, что хотите, то и делайте. Вы что хотите, то и делайте, превратилось в арт-десижн-кластер. Когда они поставили контейнеры друг на друга старые, своими силами сделали там ремонт, и сейчас это притягательное место, где приходят события, где есть ресторанчики, модные места, где работает бизнес. Я знаю, что даже какой-то целый район есть, который требует независимости даже. У них есть своя валюта. Да, это мы говорим про христианин в Копенгагене. Тоже интересное место. Если наши телезрители будут в Копенгагене, обязательно зайдите. Это тоже креативный кластер. Такой же район есть и в Будапеште, когда я прилетел и увидел Трафо-центр, и что из него сделают дизайнеры-архитекторы. Это, конечно, поражает. Это все поражает. Деньги где? Деньги, меня интересует. Где, Михаил, деньги? Ответ в резидентах. Сами резиденты, давайте заменим деньги на ресурсы, какие нам необходимы. Нам нужно помещение. Нам нужно ремонт помещений. Классические объекты джентрификации, не бойтесь этого слова, джентрификация это преобразование старых, неработающих пространств, бывшего цеха, фабрики. Или, допустим, мой проект в Петербурге, это диджитал кластер-завод. Мы взяли кусок неработающего завода, Альфреда Нобеля, между прочим, его брата, 1856 года постройки. Вывезли оттуда несколько камазов мусора своими руками и сделали там локации для диджитал-резидентов, ну, то есть дизайн и интернет. Это союз рождает слово диджитал. И сделали там зал, кофейню, напрягательное место. Такой же принцип и здесь. Мы должны взять объект, который не использовался, он такой есть, я про него сейчас не буду рассказывать, но в двух словах это цех бывшей фабрики. Это у нас в Казани? Да. Нет, я видел фотографии, тут как бы нет ничего такого. Это классический пример, когда мы... Ремонт уже закончен, насколько я видел по фотографии. 24 числа там что-то открывается. Абсолютно, смотрите, давайте уточню. Ремонт идет полным ходом. Мы все делаем своими руками. Нет... Как это своими руками? Ни одного джамшута, что ли? Нет. Мы привлекаем партнеров, привлекаем тех ребят, которые занимаются ремонтными работами, которые наши друзья. Дружеским бизнесом работаем и за счет собственных средств. И многое то, что оформляется, допустим, мебель, и, допустим, оформление интерьера, раскраска стен. Мы не гнушаемся и самим покрасить их. И, наконец, возвращаясь к теме, пространство должно работать. Это же не торговый центр, чтобы мы ждали открытия официальные, но только после этого людей запускали. Если у нас есть площадка, и люди желают прийти туда, провести семинар, сделать встречу, и она уже есть, так давайте там встречаться. И пускай она без ремонта, но сама идея важна. Эта идея уже сейчас использовать то, что есть. Для меня, ну, это действительно, это может что-то очень креативное. Но как человек... Хорошо, вот это дом построили, да, будем называть его домом. Это в любом случае проживающие должны платить за свет, газ и квадратные метры. Смотрите, классическая идея резиденции состоит не в том, что мы сейчас насилим творческими людьми какое-то пустующее пространство, они ничего не будут там делать, только креативить, только петь, танцевать или заниматься дизайном. И за это будет кто-то платить другой. Ни в коем случае. Это называется другим словом, называется сквот. Вот если вы будете в Берлине, особенно в Восточном Берлине, да, наверное, были в таких местах. Они представляют из себя хаотические, полуразрушенные помещения, в которых страшно находиться. Здесь другой принцип. Каждый резидентов должен платить. Но оплата должна быть соразмерна его участию, и она, конечно, должна быть ниже, чем в классическом торговых центрах или бизнес-центрах. За счет того, что это проекторы не ставят себе целью зарабатывать, ну, за счет того, что сдают помещение, а ставить себе целью создать место притяжения городского сообщества, креативной индустрии. Опять, Миш, я к чему? Да, мы говорим великолепно. Это так всегда звучит хорошо. Про конкретику тогда. Я не только конкретика. Я вот представляю, ну, хорошо, вот три человека творческих, замечательных, рисуют мультики, да, вот художники. Они приходят, говорят, вот можно у вас тут мы компьютеры поставим, начнем рисовать. Тимофей, сразу ответ. Скорее всего, они нам не подойдут, потому что их идея недоупакована, она пока не продается. Им не с чего будет оплачивать себе зарплату, им не с чего будет оплачивать себе, самим себе, оплата труда. Тогда сама идея, она уже потеряет смысл. Любой творческий человек, он опреу... Ну, хорошо. 99% творческих людей, они абсолютно никакие менеджеры. Давайте я расскажу про Красноярск. Пример живой. Когда мы открывали два года назад креативную резиденцию в Красноярске, только ленивый в нас не бросил камень. Со словами, да вот это нам не надо, да у нас город в Сибири, мы тут лаптем щи хлебаем, да, ты знаешь, Михаил, нам вообще ваши все эти идеи московские, пьербуржские неведомы. Потом мы собрались с креативным бизнесом. Это крупнейшее дизайнерское бюро в регионе, которое работает больше даже на московские международные заказы. Делал логотип универсиады Красноярской на секундочку. Это ребята, которые занимаются интернет-проектами. Это образовательный центр. Мы собрались и спросили, нужна ли такая вещь. Они говорят, у нас самих была такая идея. Просчитали экономическую модель, увидели, что они могут столько себе позволить. Стали делать своими руками, привести помещение в порядок. Они сами себе делали ремонт и есть внос резидентов. После этого, после того, как появилось четыре якорных резидента, за два месяца, за три месяца примерно, набралось еще 10 бизнесов, которых до этого не существовало. Пришли ребята, говорят, мы хотим открыть кофейню. У нас есть небольшие деньги, там 50-100 тысяч. Мы хотим, чтобы она была здесь. У вас много событий происходит, много образовательных форматов, там дизайн-выходные. Это я понял. Открыли. Пришло креативное производство. Ребята, которые делают лонгборды, это длинные скейтборды. Они говорят, мы хотели такое место. Можно ли у вас его занять? Ребята, да, но вы должны доупаковать себя и продавать, для того, чтобы быть востребованным, для того, чтобы был экономический вклад в развитие региона. Они говорят, без проблем. Мы им помогли. Таким образом, мы говорим даже не про кластер, просто резиденцию для певцов-музыкантов. Мы говорим про резиденцию для нового бизнеса, который бы рождал новые рабочие места и был бы таким инкубатором, который производил новые проекты. Опять же, у меня сейчас лопнет голова. Значит, смысл простой. Если человек, который что-то умеет делать, но не умеет себя продавать, он неинтересен, потому что он и готовый бизнес, который всего-навсего просто поднимают все свои компьютеры и тела и переносят в это место. Вот эти люди интересны. На секундочку. Вот про первую целевую аудиторию. Мы скажем, приходите, мы подскажем, у нас есть эксперты, которые помогут советам, делам доупаковать себя. Вторым мы говорим, приходите, если вы хотите дальше развиваться, тянуть свою аудиторию, приходите, давайте делать вместе. Мы призываем все аудитории, которые связаны с индустрией. Ну, хорошо. Теперь понятнее больше? Ну, все равно, у меня всегда, как говорил один герой, везде ищи финансовый след. Я просто думаю, ну, например, компания креативная, ребята работают, целое креативное агентство, крупное. У них есть свой офис, они нормально зарабатывают, у них все в порядке. Почему они должны туда приходить? Абсолютно точно. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Из их, попробуем с их точки зрения посмотреть. Я директор дизайнерского бюро или архитектурной мастерской. И буквально вчера с архитекторами и ветками общался. Они звонят, а в день примерно там по 20 звонков мне приходят. И сейчас там 20 заявок встать резидентами. Что они говорят? Говорят, Михаил, мы прочитали. Слушай, какое дело? Мы находимся в торговом центре между автозапчастями и бабушкой, которая занимается Эволаром. И то, и другое классно, и то, и другое неплохо. Но нам нужна среда. Мы хотим делать, допустим, образовательные семинары по выходным для горожан. Нам это негде делать. Нам дорого слишком оплачивать зал. Это не наш профиль. Но мы хотим что-то делать для города. Можем ли мы у вас стать резидентами? Ответ да. Позвонили ребята, которые занимаются диджитал проектами. Ну, интернет и дизайн. И та же самая мотивация. Мы хотим расти дальше. Мы хотим развиваться. И мы хотим развивать город. Мы хотим создать место притяжения. Не просто конференц-зал в подвальчике снимать, куда бы пришло 5 человек, послушал лекцию про дизайн. И ушло. Мы хотим делать, допустим, дизайн-выходные, чтобы весь город понимал, что такое современный дизайн. Можно ли у вас находиться? Ответ да. Хорошо. Тогда логичный вопрос. Не превратится ли это впоследствии в базар при условии экономической несостоятельности самого проекта? То есть, да, есть там якорные вот эти, ну там две-три. В любом случае арендовать такое помещение, платить все коммунальные платежи и так далее достаточно дорого. Кто-то будет арендовать зал и так далее, но тем не менее финансово не состоится. А вот есть замечательные парни, которые урюк продают свежий, а вот тут у нас ковры, а мы ковролин вообще. А тут у нас люстры, а тут у нас плитка и итальянская все в шоколаде. Все квадраты заняты, проплачена аренда на год вперед. Рассказываю, давайте две части вопроса. Первое, финансовый план, есть ли он, просчитываем модуль. Ответ да. Мы на 100% уверены, что у нас все получится. Поверьте, для меня это не первый проект, не второй и даже не третий. Константирую пять регионов страны со схожими идеями. Допустим, даже в соседней Киевской области подобная идея возникла, сейчас помогаю ребятам. Это первое. Финансовая модель есть, она находится на стадии окупаемости и большего нам практически не надо, что подбивает только зарплату персоналу. То есть, задача сверхприбыли получить, какая есть торговый центр, ее не стоит. Вторая часть вопроса, не превратиться это в базар, когда есть торговый центр классический и там находятся все коммунели, лишь бы отбить, лишь бы занять площади, лишь бы заработать деньги, лишь бы выжить в кризис. Ответ, есть очень простой механизм. Мы не страдаем болезнью больших площадей. Мы сейчас взяли ровно столько и вообще нужно брать согласно опыту ровно столько, сколько вы можете потянуть. У меня есть прекрасный товарищ в Петербурге, я участвовал в этом проекте, называется Контур. Кима-6, прекрасное место на Новосельском острове. Они взяли 15 тысяч квадратных метров, проработали два месяца, закрылись, они не смогли насытить это здание. Попробовали там проводить большие события, но пришло тысячу человек, но не смогли 15 тысяч квадратов занять. И сейчас они заняли здание в 800 квадратных метров. У них все получилось. Мой проект в Петербурге завод, это все лишь полтысячи квадратных метров и каждый квадрат занятен чем-то. Здесь переговорка, здесь резиденция. В Казани сколько квадратов? В Казани 1200. Из них все квадраты расписаны. Уже сейчас все расписаны. Поэтому если и наверное слушателям нашим телезрителям рекомендации любому человеку, прежде чем и нужно понять насколько это будет работать. Опыт московских петербургских друзей и опыт Красноярска говорит о том, что если мы берем пирог больше, чем можем съесть, скорее всего подавимся. Если берем пирожное маленькое и съедаем его, потом еще можно взять, тогда ответ это может работать. И все равно сейчас у нас уже завершается. В данный момент где-то в Казани существуют ребятишки, которые очень хотят, но когда они приходят, становятся между коврами и люстрами и у них вот-вот хватит денег, чтобы там поработать. Где выгода их коммерческая? Сколько будет стоить для них аренда этой же площади только вот в этом кластере? Тимофей, два момента. Первое. Ребятишки, которые к нам приходят, это иногда и парни с бородами и девушки, которые давно состоялись, там детей имеют. То есть разные ребятишки приходят. И в основном это наша такая аудитория, уже взрослая, взрослые молодые люди. А второе, в любом случае, когда мы спрашиваем, ну сколько вы сейчас снимаете? Она говорит, столько-то. И мы когда называем суммы, которые они здесь будут платить, они делают большие глаза с вами, мы хотим. Тем более, у нас задача сделать так, чтобы была среда. Мы не берем абы кого, мы не берем для того, чтобы вы сейчас занять, срочно сделать и потом трава не расти. наоборот, мы рассчитываем, что это должно жить несколько лет, на годы вперед. И мы рассчитываем, что должны прийти те ребята, они сейчас есть, и те компании, и тот бизнес, который будет развивать город, республик, который будет давать добавленную стоимость в экономику. Вот это самое главное для нас. Замечательно, и прям точку поставил. Спасибо. Михаил Егошин, эксперт в области креативной индустрии. Друзья, а вам рекомендую, если вы действительно решили открыть новый бизнес, заняться чем-то креативным, ну, прежде всего, подумайте, семь раз отрежь, один раз отмерь, или наоборот, решайте сами, иначе потеряете деньги и потеряете только вы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok